Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман был вынужден сойти с дистанции из-за поломки переднего антикрыла. Но позицию россиянин не упустил и продолжил борьбу. За семь кругов до финиша Шварцман попытался воспользоваться ошибкой Филиппе Друговича и обойти его по внешней траектории. Но на выходе из поворота болиды столкнулись и Шварцман сошел. Тем не менее Роберт продолжает лидировать в зачете пилотов. На его счету 124 очка, что на 12 баллов больше, чем у ближайшего соперника. Шестой этап Формулы 3 состоится 30 августа и 1 сентября на трассе SPA Francorcharm в Бельгии. Проект электрического пикапа Atlas XT приближается к воплощению и обрастает деталями. Создатели уверяют, что с самой емкой батареей пикап проедет на электротяге до 500 миль, то есть 800 км. Другие заявленные характеристики впечатляют еще сильнее. Например, способность буксировать аж 15,5 тонн или максимальная нагрузка в 2 тонны с четвертью. Обещано несколько вариантов кузовов и кабин. В базе клиренс будет 30-ти сантиметровым. Кроме того, американцы задумали специальную внедорожную модификацию с дорожным просветом в 38 сантиметров. Прототипы нового Defender проехали более миллиона километров по дорогам и пустыне близ Дубая. Испытания приурочены к 65-летию сотрудничества Land Rover и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Серийный же Defender покажется в сентябре на автосалоне во Франкфурте и выйдет на мировой рынок в следующем году. Мы уже знаем, что внедорожник получит 4- и 6-цилиндровые двигатели и независимые подвески. Служба каршеринга Яндекс Драйв оснастит каждый автомобиль телеметрическим устройством, которое отследит потенциально аварийные действия. Например, регулярные резкие старты и торможения. Вначале агрессивным водителям отключат доступ к машинам высоких классов. Затем сервис сократит количество доступных автомобилей на каждый день. Если клиент не изменит манеру езды, у него останется лишь пара моделей и последний шанс реабилитироваться. Только после этого водитель получает окончательный запрет на услуги каршеринга от Яндекса. Китайская компания Dunfin наконец-то открыла продажи 7-местного кроссовера DFM 580, на презентации которого мы побывали еще в декабре. С тех пор в Китае модель уже успела пережить рестайлинг, а нам пока предложена дореформенная версия. Причем выходит она на рынок в единственной модификации с бензиновым атмосферником 1.8, 5-ступенчатой ручной коробкой передач и передним приводом. Более мощный турбомотор, к которому предлагается 6-ступенчатая механика или вариатор, уже сертифицирован, но в продажу поступит позже. Передняя подвеска паркетника – это стойки Макферсона, задняя – полузависимая балка. DFM 580 выставлен в одной комплектации – на 17-х колесах, с двумя подушками безопасности, обивкой и с кожзаменителя, люком и кондиционером. Есть медиасистема с 8-дюймовым дисплеем и камера заднего вида. Норвегия известна высокими налогами из-за предельной стоимости владения личным автомобилем. Например, базовый Hyundai Tosan тут стоит больше 3 миллионов российских рублей. Зато правительство поддерживает электрокары. Они ездят по автобусным полосам и платят за дороги половину тарифа для машин с двигателями внутреннего сгорания. Неудивительно, что доля электрических машин в Норвегии – самая высокая в мире. Похоже, что емкий рынок породит в маленькой 5-миллионной стране собственное производство. Стартап Fresco Motors из города Тронтхейма объявил прием заказов на свою первую модель – Reverie. В штате компании всего 9 человек, поэтому создатели ищут инвесторов и собирают средства. Сама машина еще проектируется, и все изображения компьютерные. Известно, что тяговую батарею сделают модульной, что позволит менять отслужившие элементы отдельно. А коробка передач заявлена четырехступенчатой автоматической с повышающей ступенью. Глава фирмы Espen Qualvik утверждает, что 70 предварительных заказов уже собрано. Готовую машину мы увидим не ранее 2021 года. Тойота Компания Альфа Страхование составила статистику застрахованных по Casco и угнанных в первом полугодии автомобилей. По выкладкам страховщиков в перечень вошли сразу три Тойоты, а лидером стал Land Cruiser Prado. Вторую строчку занимает Land Cruiser 200, а на третьей – родственный Lexus LX, который только год назад возглавлял рейтинг за первые шесть месяцев. Тойота Камри за год переместилась со второго места на четвертое, а третье место занимал компактный Lexus NX, который в нынешнем году угонщикам не интересен. Выпали из первой десятки Kia Sorento и Sportage, Toyota RAV4 и Nissan X-Trail. Новое поколение британской ракеты мотоцикла Triumph или на английский манер Triumph Rocket представлено сразу в двух модификациях – R и GT. Первый более спортивный, второй заточен на больший комфорт. У GT есть ветровое стекло, более низкое седло со спинкой позади пассажирского места, ручки смещены назад, а подножки наоборот, вынесены вперед. Кроме того, две версии отличаются цветовой гаммой и колесами. Объединяет их двигатель – трехцилиндровый монстр объемом 2,5 литра. Это много даже по меркам современных автомобилей. Не случайно британцы называют его самым крупным мотором в истории серийных мотоциклов. Это на 200 кубиков больше, чем у ракеты первого поколения . Пик тяги достигается на 4000 оборотов, а отсечка сдвинута к 7000. Двигатель встроен в алюминиевую раму и является несущим элементом. Сочетается он с шестиступенчатой коробкой. Собственная масса мотора снижена на 18 кг за счет нового коленвала, сухого картера и балансирных валов. Таким образом, общий вес мотоцикла менее трех центнеров. Обе модификации ракеты уже в базовой комплектации имеют АБС и трекшн-контроль, работающий при наклоне мотоцикла. Список оснащения включает сенсорную настраиваемую приборную панель, диодную светотехнику, круиз-контроль, противооткатную систему и навигатор. В продажу мотоцикл поступит в ноябре, тогда же объявят и цены. Предположительно, прайс-лист начнется с 20 000 фунтов стерлингов, или около полутора миллионов рублей. Электрические тягачи Volvo без кабины и водителя приступили к перевозке контейнеров. Рабочий дебют новинки состоялся в порту шведского Гётеборга. Самоходный модуль под названием «Вера», разделивший силовые агрегаты с электрическими грузовиками Volvo FL и FE Electric, разработан специально для работы в логистических центрах, заводах и портах. «Вера» — это совместный проект компании Volvo Trucks и датской мореходной фирмы DFDS. Запущен он пока в тестовом режиме. Беспилотники ездят с максимальной скоростью 40 км в час по заранее прописанным маршрутам — от склада грузовой компании до портового терминала. Все автомобили объединены в сеть и подключены к облачному сервису, а их работу контролирует оператор на диспетчерской вышке. Лондонский автосалон умер, но конкурс элегантности салон «Приве» близ Оксфорда привлекает производителей спорткаров. В сентябре выставку посетит экзотическая марка — «Тушек», основанная славянским гонщиком Алёшей Тушиком. Модель TS900 Apex, строго говоря, не новинка. Впервые гиперкар показали ещё в прошлом году, и серийное производство так и не развернуто. Но в последние месяцы фирма занималась гоночными тестами и доводкой электроустановки. Гибридная система состоит из бензинового V8 от Audi и пары электромоторов на передней оси. Питаются они от пары литиево-ионных батарей общей ёмкостью в 15 кВт-часов. Суммарная отдача гибридной установки без малого тысячи лошадиных сил — это много даже для гиперкара, но не рекорд. А вот снаряжённая масса в 1400 кг — показатель завидный. Несмотря на подробные характеристики, в «Секрете» пока держат и цену, и дату начала продаж.